Теледоктор на Первом Городском И мы выходим 8 марта, это значит, что мы припасли небольшой подарочек, возможно, для наших прекрасных девушек, потому как сегодня будем говорить об эстетике человеческого тела и людях, которые нам помогают за ней следить, а конкретно о массажистах, потому как с нами сегодня практикующий массажист, официальный представитель Центра подготовки и развития массажистов Кирилл Мельник. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день, добрый день. Так, мы сегодня с вами решили немножечко посвятить времени подготовке к лету, так как весна уже началась, а это самый активный период у девушек, когда они интересуются как раз-таки этой тематикой, поэтому постараемся помочь и раскрыть, по крайней мере, со стороны массажа, как это лучше сделать. Но давайте начнем, и, наверное, первым вопросом будет то, какой вид массажа, все-таки их много, будет наиболее эффективным в этом вопросе. Здесь очень много эффективных массажей, то есть это отдельный сегмент массажа, так называемый коррекция фигуры, здесь очень много техник, есть ручные техники, есть техники, скажем, с применением обертывания, прессотерапии, аппаратного массажа, то есть очень большой этот сегмент, его можно очень долго обсуждать, но самый популярный, востребованный, мне кажется, это все-таки ручной и аппаратный массаж, поэтому можно более подробно о нем поговорить. Ну, давайте начнем с этого, классический, да, наверное, массаж, ручной. Классический, да, это ручной массаж, дело в том, что здесь массажист может качественно проработать все уплотнения, да, которые образовываются за счет отечности, за счет застойных явлений, то есть благодаря тому, что чувствительности рук массажиста, он может не пропустить ни единого миллиметра, да, потому что если, скажем, с помощью каких-то там массажеров мы не всегда это можем прочувствовать, то в ручном массаже это более качественная проработка. Здесь тоже, как бы, есть множество разных техник, и скульптурирующий массаж, и, скажем, так называемая лепка очень известная. Ну, это для вас она очень известная, а половина людей сейчас провели какую-то параллель, наверное, больше с каким-то гончарным искусством при слове лепка. Ну, дело в том, что здесь в первую очередь стоит оговорить то, что коррекция фигуры – это не всегда то, что подразумевают множество людей, то есть это не горение какого-то там жира или еще чего-то, это работа с объемом. То есть массажист – это, скажем, одна из, как бы, так сказать, один из инструментов, который ведет к похудению, да, к хорошему телу, и без массажа не будет эффективно, но это очень важно в комплексе. Поэтому, почему лепка? Потому что массажисты работают с объемом, с жидкостью, и можно где-то сделать немножко меньше, где-то немножко сделать больше. Поэтому очень часто есть название скульптурирующий массаж, и в скульптурирующем массаже, допустим, есть такое красивое название, как бразильская попа, да, то есть когда немножко с бедер убирается в ягодицы, поэтому ягодицы становятся более пухлые, более округлые. Хорошо, так, ну это, наверное, ввиду современных трендов востребована достаточно история. Даже в общем, да, причем нет, нет какого-то такого момента, что это прям вот летом, это и зимой тоже очень востребовано. Девушки всегда хотят в платье влезть, ну и в этом плане помогают. Выглядеть красиво. Ну вот сегодня в праздник расскажем немножечко, да, посекретничаем, скажем так, в нашем эфире для того, чтобы дать им какое-то понимание. Хорошо, немного коснулись темы классического массажа ручного, то есть вы рассказали нам о направлениях, которые существуют, да? Что еще может быть в трендах у нас из этого всего, кроме той самой бразильской истории, которую вы только что озвучили? Сейчас очень популярны становятся аппаратные виды массажа, то есть, допустим, то же самое пресс-терапия, в кавитации, УПГ-технике. Очень популярна, довольно-таки эффективна, но эффективна в правильных руках. Угу. Хорошо. Каким образом это зависит от эффективности тех самых рук, если аппараты, допустим, одинаковые? Честно говоря, здесь необходимо мастеру понимать физиологию, да, то есть происходящего процесса, потому что многие медики очень часто спорят на тему того, что такое целлюлит, выдуманное это заболевание или нет, и я думаю, что можно этому прям огромную посвятить передачу, несколько часовую. Извините, пожалуйста, это можно даже классифицировать как заболевание? Да, то есть вообще само слово целлюлит означает острое состояние, то есть окончание «ид» говорит о воспалительном процессе. То, что мы видим и то, чем занимается массажист, это чаще всего это отек, это липодистрофические изменения, то есть изменение самой структуры жировой клетки, да, то есть застойные явления и так далее. Поэтому в аппаратном массаже, если массажист понимает сам механизм воздействия аппарата, то очень хорошие результаты. Если же утверждают, да, по поводу того там жира, горения и всего остального, то это такой специфический момент. Все-таки всегда требуется воздействие самого человека для того, чтобы похудеть. Ну, естественно, да, об этом мы поговорим еще, я думаю, чуть позже. Мне хотелось бы узнать, как действительно работает, в чем принцип работы этого аппарата, что он делает. Прессотерапия, допустим, это лимфодренажный массаж, то есть смысл в том, что одевается специальный такой костюм, который поочередно надувая по правилам движения от более мелких лимфатических узлов к более крупным, перекачивает жидкость. То есть, да, если это мы будем говорить о кавитации аппарате, он воздействует на саму как раз структуру жировой клетки, ну, по крайней мере, так описывается. В LPG, опять же, свои техники, то есть есть ряд аппаратов, да, у которых свое направление, и там тоже очень долго можно об этом оговаривать. Поэтому очень важно качественный специалист, который разобрался все-таки в этом аппарате, потому что не у всех аппаратов есть прям программа обучения. Иногда их просто покупают и говорят, делай вот так вот, этого достаточно. Да, и человек просто берет, делает, и непонятно, чем он вообще занимается. Да, да, зачем он это делает, почему он это делает, он не знает. Ну, и как следствие, мне кажется, огромное количество клиентов, которые не поняли эффекта, и потом идет слух о том, что это не работает. Совершенно верно, совершенно верно. Часто сталкиваетесь, кстати, с подобным? Дело в том, что мы как раз для этого и работаем, потому что очень много всяческих противоречий, очень много всяческих наговоров и всего остального. Один из таких интересных наговоров, например, слышал, как у нас одна из наших пациентов, гостей, сказала, что массажистка ей с помощью медового массажа все-таки сняла кожу до мышц. Очень интересно, да, ну, я думаю, что это прям страшная история, слышно, мы в хирургии уходим от такой приятной процедуры, как массаж, давайте не будем. Хорошо, но я так, насколько понимаю, что так как ассортимент велик в этом всем, да, то есть у человека есть выбор огромный, может ли он воспользоваться каким-то одним отдельным аппаратом или просто видом классического ручного массажа, или все-таки важно как-то это все в комплексе делать? Во-первых, очень важен комплекс, во-вторых, я думаю, что все-таки каждый человек индивидуальность и каждому человеку подходит своя техника. Дело в том, что нет такого, что есть вот один аппарат или, допустим, вот один специалист, который подходит всем. Любой наилучший специалист, у него все равно будут какие-то люди, которым он не подошел. Это не значит, что он плохой, это индивидуальный момент, да, есть понятие индивидуальной непереносимости, есть понятие индивидуального подхода, то есть это именно индивидуальный момент. Иногда даже специфические техники, да, там называют там фейковые техники, они иногда бывает даже очень хорошо помогают, потому что человек в них верит, в первую очередь. Да, 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 эффект плацебо никто не отменял, потому я думаю, что достаточно распространено это в любой профессии. Если человек долго внушать, он в это поверит. Хорошо, перейдем к такой технике, как обертывание, что это такое, познакомьте нас с этим. И в чем эффективны самые? Да, обертывания сейчас тоже очень большое количество, есть водорослевое обертывание, бандажное обертывание, сейчас вот в Украине приобретают масштабно, скажем, пеленали, обертывание, в принципе, подобные техники. Я думаю, что многие уже девушки слышали о виски-пеленании, да, там есть виски-пеленании. Виски-пеленании? Да. Мне кажется, мужчины чаще слышат об этом. Ну вот, да, дело в том, что есть момент в том, что по закону физики спирт испаряется, создает охлаждение. Дело в том, что как раз охлаждение необходимо для того, чтобы способствовать уменьшению отеков и подобным моментам. Есть водорослевое обертывание, да, то есть водоросли бурые используются, вот те, которые мы кушаем, капусту, да, они используются, в них содержится большое количество активных компонентов, которые способствуют как раз выведению жидкости через внутренние очистительные органы, да, то есть и способствуют выведению шлаков, токсинов, всему остальному. Тоже очень хорошие, эффективные техники. Помимо этого, есть обертывание, там, скажем, кремами, глинами, очень тоже эффективно, но при правильном воздействии. Опять-таки возвращаемся к тому, что везде должен присутствовать специалист, который это все контролирует, этот процесс. Но и по эффективности давайте. Вы назвали половину, наверное, да, из тех методов, а то и меньше. В чем заключается самое главное? И если это делать просто без комплекса, опять же, поможет ли это и на какой срок? Я думаю, что говорить о том, что есть какая-то вот одна техника самая эффективная, очень сложно. Почему? Потому что, ну, сейчас крайне популярен, допустим, аппаратный массаж, потому что для мастера он немножечко проще. Для гостя он показывает самые эффективные результаты, но у всего есть противопоказания, да. И очень часто люди, стремясь к максимальному минусу в объеме, ну, немножко предостерегают этими правилами. Ну, самый простейший пример – это как-то было в Харькове популярно обмазывание горчицей бедер. Это заканчивалось ожогами, волдырями, шрамами и так далее. То есть, да, объемы уходили, но оставали шрамы. Поэтому в аппаратном точно так же самое, главное не переусердствовать. Точно так же. То есть от аппарата может быть потом плохое. Синяки – это, да, тоже отдельная тематика. Синяков не должно быть во время коррекции фигуры, это не есть нормально. Подождите, большинство девушек, когда выходят из кабинета, массажисты, которые конкретно работают над изменением своей фигуры, они как раз-таки и остаются с какими-то синячками небольшими, а кто-то и с большими даже. Ну, скажем так. Это все в неправильной технике или о чем мы тут говорим? Я всегда пытаюсь защищать наших массажистов и говорю, что, ну, если это первая процедура, то, может быть, немножко перестарались. И, ну, возможен какой-то небольшой синячок, да, ничего страшного в этом нет. Но не должно быть большой гематом, да? Конечно, если это второй-третий сеанс, не должно быть ни в коем случае гематом, то есть это ненормально. Никаких оправданий о том, что это жидкость, о том, что клетка очень тонкая и так далее, сосуды становятся более хрупкие. Это все оправдания. То есть это массажист... Еще раз, почему ручной массаж самый эффективный? Потому что массажист чувствует то, что ткань твердая, ткань мягкая. Это все должно ощущаться. И основной показатель эффективности массажиста – это то, насколько вовремя он остановился. Понимаю. Хорошо. Вот видите, сейчас, возможно, мы кого-то и отбили от рук массажиста неумелого. Кто-то посмотрел сейчас нашу беседу, глянул на свои бедра, например, и увидел там несколько синяков. И теперь уже задумается о смене мастера. Давайте пообщаемся о регулярности, потому как массаж – это та процедура, которую всегда, и, наверное, все доктора, включая самых обычных даже терапевтов, рекомендуют проходить хотя бы раз в год и кому-то в полгода, в зависимости от того, что с организмом происходит. Скажите, пожалуйста, по поводу регулярности совет конкретно от вас, как от специалиста, а не человека, который в бизнесе. Здесь так же самое есть курс. То есть есть курс – это 10-15 процедур. Не рекомендуется курсово проходить, допустим, более 25 процедур. Имеется в виду подряд. Можно проходить поддерживающую терапию, скажем, раз в неделю. В таком случае можно более 25. А если это курсово, скажем, через день делается, то не более 25. Ну, чаще всего это вот 10-15 раз. Этого достаточно для того, чтобы привести в какую-то форму. Можно потом отдохнуть, скажем, и повторить курс. Потому что все-таки массаж, хотя мы и говорим о том, что он без синяков, но это все-таки травма для организма. Травма для кожи, травма для тканей, травма даже для органов. Потому что мы усиливаем обмен веществ, мы усиливаем работу внутренних органов. Поэтому это тоже для них стресс и тоже для них травма. То есть подается питание весь организм. Конечно, конечно, усиливается обмен веществ. Поэтому здесь очень большой ряд противопоказаний. То есть у людей, допустим, у которых нарушение есть даже почечная какая-то недостаточность, им не рекомендуется коррекция фигуры. Потому что усиливается выведение жидкости, как раз производится через почки. Ну, я думаю, что мы все это знаем. Да, но здесь надо поставить звездочку. И небольшую сноску мы сейчас сделали. Хорошо. А по поводу, если говорить, обычного массажа, который в лечебных и профилактических целях проходят люди, что касается курсовости, опять же, и регулярности посещения кабинета специалиста. Все то же самое. Все то же самое. 10-15 процедур, не более 25, потому что 25 процедур вызывает уже привыкание тканей. И наши ткани не хотят нормально работать. Они уже привыкли, что за них работают. Учтите, что массаж – это своеобразная гимнастика. То есть, либо работает человек, либо вместо него работает массажист. То есть, это тоже… Мы ленивые, да? И зачем наши мышцы, если за нас кто-то работает, зачем им работать? Ну да, здесь есть… Поэтому иногда необходимо давать минимум 2 недели перерыв между курсами. То есть, еще раз подчеркну, что если это поддерживающая терапия, да, то есть, человек прошел курс, и он хочет просто периодически приходить там раз в неделю, там раз в 2 недели, пожалуйста, это возможно. Но не каждый день, ни в коем случае, не через день там на протяжении полугода и так далее. Это снова-таки нас возвращает к тому моменту, что не массажем единым, скажем так, мы будем корректировать состояние собственного здоровья. Очень важен комплекс. Здесь очень важен комплекс – это правильное питание. То есть, это даже не оговаривается. Здесь важен момент обильного питья. А опять же, если есть обильное питье, то опять же, мы возвращаемся к тому, что человек должен быть физически здоров. Потому что если есть какие-то внутренние нарушения, то много пить может быть и запрещено. Здесь очень важен фитнес. То есть, это каждый, опять же, выбирает для себя. Кому-то нравится акваэробика, кому-то нравятся какие-то более жесткие техники, кому-то нравятся джампинги и так далее. То есть, каждый определяет для себя. Если я говорю, что мне нравится акваэробика, то кто-то может сказать, что мне не подошло. И спорить здесь не стоит. Я новоследок хочу задать такой вопрос. А мужчины обращаются к вам за коррекцией фигуры? За коррекцией фигуры? Да, скажите, пожалуйста. Да, но у мужчин немножко другое строение жировой клетки. И там совершенно другой подход. То есть, чаще всего у мужчин это пивной животик, такой вот так называемый. И подход к мужчинам, опять же, совершенно другой. То есть, за счет самого, опять же, самой физиологии. То есть, женские гормоны, мужские гормоны, строение жира совершенно разное. Понимаю. Но все-таки обращения случаются. Да, хорошо. Ну и предоставлю вам, наверное, в конце нашего эфира, все-таки в праздник 8 марта, поздравить наших прекрасных женщин. Я бы хотел поздравить с этим ярким днем, 8 марта. Хотел пожелать вам больше улыбок, больше радостных дней, праздничных дней, ярких. Чтобы всегда все было в порядке. И всего самого-самого лучшего вам в этот день. Спасибо большое, друзья. Кирилл Мельник сегодня был с нами. Профессиональный практикующий массажист, официальный представитель Центра подготовки и развития массажистов в нашем городе. Спасибо вам за внимание. Надеемся, наши советы были для вас полезны. И с праздником вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!